Народные гуляния и праздничная атмосфера. В Тараклию пришла Масленица. По традиции, провожать зиму принято шумно и с размахом. В этом году праздник прошел в городском парке. Не сказать, что с размахом, но весело. Здесь же можно было приобрести маленьких кукеров, символизирующих добрых духов. Согласно поверью, зима всегда считалась испытанием для человека, поэтому приход весны – событие радостное. И хотя эта зима выдалась теплой, Масленицу все равно ждут. Масленица издавна славилась своим весельем и хлебосольством. Древний смысл праздника был в том, чтобы сегодняшним изобилием вызвать еще больший достаток в будущем. Прощаясь зимой, древние славили бога весеннего солнца и плодородия, поэтому всю Масленичную неделю пекутся блины, символизирующие солнце и жизненную энергию. Блин олицетворяет солнце, радость весну, хороший урожай и осуществление надежд. Потому и блинами встречали Масленицу. В этот день православные просят друг у друга прощения и поздравляют с приходом весны. Здравствуйте, дорогие ли. Хочу поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать вам здоровья, счастья, любви и всего самого наилучшего. Пожелать всего хорошего, счастья, здоровья, добра. Самое главное – здоровья. Будьте любимы и счастливы. Чтобы в вашей семье всегда был мир и порядок, и чтобы как можно больше делать добра друг другу, потому что добро всегда возвращается. Поздравляем Тараклию с Масленицей и желаем всего самого наилучшего, и чтобы в этом году все цели и все желания сбывались. Прыгаете через костер? Нет. В последнее время нет. Раньше, когда были маленькими, конечно, прыгали. С праздником Тараклия! Желаю всем счастья, здоровья и добра. Масленица – древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры, сохранившийся и после принятия христианства. Сохранились и языческие обряды. У болгар это традиционное шествие кукеров, шумных и страшных, чтоб духи боялись. Когда стемнело, кукеры сожгли чучело-масленицы, которое олицетворяет и сам праздник, и злую зиму. Сожженным чучелом, по поверью, уходят все напасти и невзгоды прошлого. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ